Музыка Весна. Самое время отправиться туда, где тебя не было. Мы решили посетить страну, куда меня тянуло долгое время. И мы постараемся найти 7 причин сорваться в Узбекистан. Теперь тропа воздуха. Возвращает градуса выше нуля. Узбекистан встретил нас очень тепло. Как выяснилось позже, даже слишком. Добро пожаловать в Узбекистан. Мы постараемся сделать самое экономичное путешествие в моей жизни. Будем экономить на всем. Но для этого нам нужен друг, который живет в Ташкенте. И слава богу, у меня есть такой. Асалой. Знакомьтесь, темиржат смогулов. Нет, нельзя в тебя снимать. Ануар. Увес tomb. Наш первый город – столица Ташкент. В этом городе проживает более двух миллионов человек. Для того, чтобы успеть за 6 дней сделать полноценное путешествие, мы обратились к профессионалам, которые работают в сфере туризма Узбекистана целых 9 лет. Знакомьтесь, Алишер Баисов, руководитель туроператора Ника Тревел и его верный помощник Абдула Баисов, маркетолог и по совместительству активный подписчик нашего канала. Ташкент оказался очень теплым и уютным городом, местами напоминающий Алматы. Первая причина сорваться в Узбекистан – это, конечно же, гастрономический туризм, родина плова. Мы прибыли в самый большой центр плова в Средней Азии, он так и называется – Среднеазиатский центр плова. Здесь готовят более 20 видов плова, но сегодня мы попробуем только один, а может и два. Вау! Посмотрите, какой бассейн. Бассейн плова. Казаном сложно назвать это. Мы приехали в Ташкент во время священного месяца Рамадан, многие здесь держат уразу, поэтому из семи казанов задействованы на всего лишь четыре. Но повара говорят, если заполнить все казаны пловом, то этим объемом можно кормить 3000 человек. Просто страшная цифра. Итак, что-то по ценам. Плов праздничный – 480 тенге. Плов праздничный – двойное мясо. Это у нас, прям так и написано – двойное мясо. 720 тенге. В общем, все в разбросе до 800 тенге можно получить любой плов. Дорогие казахстанцы, у меня для вас печальные новости. Я сейчас испытываю те же самые чувства, когда мне сказали, что Дед Мороза не существует. Оказывается, всеми нами любимого ташкентского чая нет ни в Ташкенте, ни в Самарканте, ни в Бухаре, вообще нигде в Узбекистане. Его вообще не существует, оказывается. Это чистый маркетинговый ход. Здесь его называют просто «чай с лимоном». Ну вот, прибыл плов. Мы все заказали по полпорции, и полпорции здесь тоже такие же щедрые, как в Чимкенте. Кстати, многие упрекали меня за то, что я в Чимкенте ел плов вилкой. Хотя какая разница, как удобно человеку есть. Но специально для хейтеров ложка. Даже ничего не хочу говорить, просто хочу есть. Это очень вкусно. Я хочу, чтобы вы приехали сюда, поели этот плов и помолились за мою душу. Потому что я вам советую, рекомендую сюда приехать и отведать все это самостоятельно. Именно здесь понимаешь, что он делел из плов. Счет вышел 96300 сомов. Переводя в доллары, это будет ровно 12 американских долларов. Четыре здоровых парня поели на 12 долларов. И на весь день, я думаю. Все, спасибо. Мы прибыли на телебашню Ташкента. Это 13-я по высоте башня в мире. Посмотрим, насколько эта телебашня соответствует званию причины сорваться в Узбекистан. 1600 тенге для туристов, иностранцев. Обязательно возьмите с собой паспорт. Это важно. Если честно, я ожидал большего. Высота не слишком большая. Но на причину не тянет. Но если будет время, заехать стоит, чтобы примерно понять, что где находится. Все, времени мало, едем дальше. Общеизвестно, что ташкентское метро являлось самым красивым во времена Советского Союза. И по сей день является самым красивым в Средней Азии. Ну, проверим. Ташкентское метро очень напоминает московское. Ну, понятно, 70-е годы, Советский Союз. Музыка. 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 Очень прикольное такое монументальное советское метро. Ну, помните, метро – это не причина, а средство передвижения. Вторая причина сорваться в Узбекистан – это восточные базары, где собраны самые вкусные, сочные, свежие фрукты и овощи. Мы приехали на самый большой базар в Центральной Азии – Чорсу. Музыка. Музыка. Если искать эталон зеленых базаров Средней Азии, то это Чорсу. Именно здесь кипит вся жизнь ташкентской торговли вкуснейших и свежих продуктов. В этом месте радуется не только ваш глаз, но и обоняние. Так как мы находимся на базаре, грех не поторговаться. Сколько стоит? Тридцать. Двадцать пять. Тридцать? Тридцать тысяч. Двадцать тысяч. Ой, да, да. Двадцать тысяч. Нет? Нет. Нет? А это сколько стоит? Это двадцать пять тысяч. Двадцать пять? Пятнадцать тысяч. Двадцать тысяч. Пятнадцать тысяч. Пятнадцать тысяч. Двадцать тысяч только? Это попробуй. почем 13 тысяч за 6000 дадите килограмм малина почем 12 за 5000 не дадите да ладно в общем мне не уступают мне кажется я понял в чем дело у меня есть идея ну все теперь я готов торговаться да в этом обличье ануар джон был успешнее чем ануар сколько стоит 35 за 28 дадите 28 килограмм вот давать он без не секс был секс был килограмм березу братьев работает в два раза цена сбилась практически он мы луну пожалуйста братьев игра хотя выбрать килограмм он он браман он брамана он еще ладно за 13 горит только потому что у меня красивые глаза шоппинг в чорсу наслаждение со вкусом кишмиша мы на базаре взяли еще такой штук называется не шалда помните раньше были такие трубочки пироженки вот внутри это нуга белая это есть очень вкусно как в рекламе это кайф это кайф нужно есть знаете что на ташкентском базаре все ягоды овощи фрукты до сих пор натуральные это не то что у нас непонятно какая химия удобрения здесь в этом просто нет необходимости все растет само по себе даже там где мы сейчас находимся растет дикая земляника ташкент третья причина сорваться в узбекистан историческая же мичужина средней азии город-музей хива его и дан дырки бар садан башка башка чая городу более двухсот с половиной тысяч лет и он нанесен список юнеско как всемирное культурное наследие в крепости проживают около трех тысяч человек и им запрещено менять что-либо фасаде их домов таким образом город его представлен в своем первозданном виде буллэзгидырдослары мэй уйнан лэзгиге ойнан на культура узбекистана очень многообразно она проявляется даже в одежде например на мне сейчас тюбетейка из хуканда то есть ферганской долины а вот это традиционная харизмская шапка ее можно надевать как зимой так и летом зимой она защищает от холода а летом от прямых лучей солнца как зонт но также вот эти ворсинки защищают глаза всадника от пыли когда он скачет на лошади вот такие прикольные гаджеты я вам кое-что скажу вы youtube не блокируйте это очень плохо очень плохо кстати дельные вещи говорит визитной карточкой города хива является вот этот недостроенный минарет он недостроен по двум самым популярным версиям тогдашний правитель хивы мухаммед амин хан узнал что архитектор минарета втайне договорился с правителем бухары о строительстве более величественного минарета после этой новости разгневанный правитель решил казнить продажного архитектора а вторая версия просто закончились деньги первозданность архитектуры погружает тебя в атмосферу времен средневековья оказывается самая древняя мечеть в средней азии находится именно в городе хива она была основана в десятом веке уникальность этого строения в том что крыша опирается на 213 колонн и каждая колонна не похожа на другую вот это я понимаю эксклюзивный дизайн самый кайф в этих древних городках заходить в закоулки и знакомиться с местными людьми посмотрим чем это не промышляет а сомарку не помню как звали моего учителя по трудам но надеюсь ему не быстрее чтоб не было за меня. Вот так нужно было делать, а вот так я сделал. Как всегда самый младший попадает. Сколько здесь нахожусь, он постоянно шлифует. Весь день. Ну ничего. Так же будешь стучать, только в СГБ не стучи. А теперь смотрите, что придумали хорезомские мастера по дереву. Вот из такого цельного куска карагача можно сделать многоуровневую подставку для книг. Хива – город, который должен оказаться в списке ваших мест посещения в Узбекистане. Добраться до него можно внутренними авиалейнями из Ташкента за 50-60 долларов США. Мы находимся во дворе, где проживал гарем Хивинского хана. В среднем у каждого хана было около 40 наложниц. Вот интересно, у них хватало времени чем-нибудь другим заниматься? А наша дорога к четвертой причине проходит через город, который находился на маршруте Великого Шелкового пути. Исторически Бухара являлась исламским образовательным центром Средней Азии. Здесь даже обучался суфийский поэт Ходжа Ахмед Ясауи. Мы находимся в образовательном центре Мири Ара. В этом учебном кампусе находилась мечеть, где могли одновременно молиться до 2000 верующих и, конечно же, Медреси. Мы находимся в визитной карточке Бухары. Крепость Арк. Именно здесь восседал эмир, то есть правитель Бухары. А здесь, на этой площади, проходили различные мероприятия, встречи, возможные казни. А вот здесь восседал сам эмир. Сидя в этом кресле, чувствуешь свою мессийность. Так и хочется будоражить умы миллионов. А почему бы нам не провести международную показуху? Так и назовем плов будущего. Риса нет, но плов будущего будет. Как вы думаете, что это такое? Я уверен, парни из ЧУ уже придумали вариант. На самом деле, это неправильно. Это детский деревянный писсуар. Вставляется в причинное место и все это стекает вниз. Вот такой деревянный памперс. Предзаказываем онлайн, алиэкспресс. Заказываем три дня доставка в любую точку Казахстана. Ну а для того, чтобы добраться до следующей причины, мы арендовали такси за 60 долларов. Ради этой причины мы прибыли к северным границам Узбекистана. Проехали от Бухары 200 километров. Немного странно. Казах приехал в Узбекистан ночевать в казахских юртах. Но я приехал не ради этого, а ради того, чего нет в Казахстане. Завтра с утра начнется самое интересное. Жду эту причину. Не переключайтесь, ведь в Ютьюбе нет ничего интереснее нашего проекта. Четвертая причина сорваться в Узбекистан – Camel Safari. Нам предстоит имитация Великого Шелкового Пути, пройти караваном трек в 25 километров. Всемирно известный Шелковый Путь был единственной связью между Европой и Азией. И эти невозмутимые верблюды с достоинством несли бремя курьеров того времени. Дистанции треков бывают разные. Можно сделать трек в один день, в два дня, а можно до семи дней. Ночевать вы будете не в самых лучших условиях, в палатках. Но, тем не менее, это невероятная экспириенс. Для тех, кто живет в мегаполисах и кто находится в постоянной рутинной беготне, это просто прописано для того, чтобы отдохнуть, собраться мыслями и устремиться вперед. Кэмунс Сафари Кэмунс Сафари – то, что даст вам окунуться в историческое прошлое цивилизации наших предков. Стоимость ночи проживания в юртовом лагере – 30 долларов с ужином и завтраком. А вот за сам Сафари фиксированных цен нет. Вам придется договариваться самостоятельно. Так что торгуйтесь. Не забываем, ведь мы в Узбекистане. Ох, отлично. Вот это был трип. Но самое главное, мы успели до ночи добраться до лагеря. Пить охота нереально. Просто четвертая причина – Кэмунс Сафари. Однозначно, однозначно. Мы приехали в город Самарканд. Ведь именно здесь находится пятая причина – Регистан. ИНТРИЯ Регистан, этот ансамбль, был построен с 15 по 17 век. Каждый монумент был построен в разные века. И это был один из самых крупнейших религиозных образовательных центров Средней Азии. Вот как же раньше, а? Просто инвестировали потяжело в религию. У меня оригинальная идея есть, никто еще до этого не делал. Давай сделай follow me too. Все? У тебя рука волосатая. Какая искусственная работа, а? Я прям представляю, как древние узбекские мастера старательно выполняли все это. Наши предки в это время особо не заморачивались. Юрту собрали и ушел Аманчжоу. Ну вот это вообще шедевр. Мы находимся в золотом медресе. Ох. Красота. Стены медресе Теллякари покрыты чистейшим золотом. На стенах 8 килограмм сусального золота. Если переводить в тенге, то это вот такая сумма. Вот здесь она выглядит сейчас. Давай быстрее считай. Вот столько. Вот столько. Мы находимся во внутреннем дворе медресе Теллякари. Здесь студенты во время перемены отдыхали. А вот здесь были классы, где преподавали религиозное образование. Уважаемый зритель, давайте поиграем в игру. Я вам вопрос, вы попробуйте на него ответить. Почему высота входной двери в классе медресе была ниже среднего роста человека? Даю вам 15 секунд. Время пошло. Ну, версии, версии. Думаем, думаем. Время. Ну что, есть версии? Так и знал, нету. Ответ очевиден. Студент, заходя в класс, всегда кланялся. Надо в кабине себе такую поставить. Еще одна достопримечательность Самарканда – мечеть Бибихану. Впечатляет. Очень много туристов. Видно, как туризм в Узбекистане поднимается. В этом году только в Самарканде поток туристов вырос на 70%. И это все благодаря реформам нынешнего президента. Эх, как же нам хотелось все это снять на дрон. Но, к сожалению, законы Узбекистана суровы и неподкопны. Но это не точно. В те времена, чтобы стать правителем, нужно было либо быть из рода чингизидов, либо жениться на прямом потомке Чингисхана. Амир Тимур был из монгольского рода Барласов. Но как только он женился на Бибиханум из чингизидов, он мог претендовать на этот титул. Ах, Тамерлан, прошаренный шахматист. Ну, а после того, как Тамерлан женился на Бибиханум, его было не остановить. Он завоевал земли от Индии до самой Испании и основал свою империю Тимуридов. Вывод. В жизни каждого успешного человека появляется человек-трамплин. Ищите этого человека. Ну, чем вы хуже Тамерлана? Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, меню. Что-нибудь заказывать? Чуть чай, наверное. Чай с чем вам сделать? Ну, на твое усмотрение. Хорошо, брат, сделаем. От души. Хочешь сорваться в Ташкент? Или хотя бы в Чингкент? Затем полететь в Астану? После согреться в Перу? В Мюнхене пиво попить? В Париже круассан откусить? В Нью-Йорке татуху напить? В Таразе за нее получить? Короче, куда не ходи. Это помогает в пути. Удобно намного быстрее. Билеты покупай в Сантуфей. Сан-Сантуфей. 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 Боже, храни Сантуфей. Прикольный чай. За время путешествия по Узбекистану я набрал пару килограммов. И здорово, что в полутора часах езды от Ташкента есть причины, где можно сжечь лишние калории. Чинганские горы. Хайкинг в Чинганских горах отличается от хайкинга в Зайлиском и Латал тем, что здесь абсолютно нет клещей. Вы можете не бояться в мае-июне, что вас укусит это насекомое. Второе отличие. В основном здесь растет местное дерево арча. И благодаря этому дереву воздух наполняется особым ароматом. И третье отличие. Прислушайтесь, как здесь поют птицы. Мне кажется, веселее, чем наши. Если честно, я не подозревал, что в Узбекистане такие красивые горы. За то, что они даже существуют. Как мало мы знаем о наших соседях. Хочу говорить, мы о своих красивых местах мало чего знаем. Мы дошли почти до вершины, но здесь уже затянуто облаками. Нам, к сожалению, немного не повезло с погодой. Но местные говорят, что здесь открывается потрясающий вид на все вершины Чимганских гор. У меня сейчас такое ощущение, как будто я начал смотреть очень интересный, захватывающий фильм. И в самом кульминационном моменте вырубили свет. Ну что, здесь действительно красиво? Поверь мне, очень красиво. Ну, значит, повод вернуться сюда в солнечную погоду и увидеть все своими глазами. Ну что, едем к заключительной, седьмой причине. А для того, чтобы добраться до седьмой причины, мы воспользуемся советским вездеходом Нивой. Убер здесь не работает, но работает Убер Жан Ака. Кэт тыгна? Убер Жан Ака доставит вас в самые труднодоступные места Пустангыкского района. Седьмая причина – горное озеро Орунгач, или как иначе называют, нефритовое озеро. А нефритовое оно потому, что излучает цвет нефритового камня. Зрелище просто фуфу, вау. Озеро настолько чистое, что можно увидеть, что происходит на дне. Сейчас я вам докажу, насколько оно прозрачное, опустив экшн-камеру под воду. какая красота я бы хотел чтобы совесть наших чиновников была такой же чистой как и это озеро урунгачи находится два озера чтобы дойти до второго мы воспользуемся гужевым транспортом чертеж утром лома в первый раз жизни на сли еду что жалко его маленький такое ощущение что на спину братишки сил мы все дальше ослы отказываются подниматься поэтому придется использовать свои обе надеюсь второе озеро стоит тех усилий которые мы прикладываем чтобы достичь его остались последние метры а Ааа, вау! Я не ожидал. Сложно передать, на что похоже это озеро. Что-то есть и из Исыкского, и из Большого Алматинского озера, но цвет здесь действительно как нефритовый камень. Кстати, у меня кафель в ванной вот такого же цвета будет. Друзья, бесспорно, седьмая причина – нефритовое озеро Рунгач. Я даже не ожидал, что увижу в конце нашего путешествия такую красоту. Место не особо известно среди узбекистанцев, и мы здесь с оператором находимся вдвоем. Мы и там коровы. Поэтому успейте, пока это место не стало переполненным туристами. Но так как здесь никого нет, у меня есть идея. И легким движением руки я превратил озеро Рунгач в нудистский пляж. Узбекистан. Страна богатейшей истории, ярких вкусов, ароматных запахов и искусных ремесленников. Все, что вы знали об этой земле – это только верхушка айсберга. Ведь гостеприимство этой страны исполнено на высоком уровне, которому нам следует еще поучиться. Если вы хотите незабываемого приключения и окунуться в историю наших тюркских предков, то вам следует начать именно с нашего добродушного соседа. Ведь индустрия туризма этой чарующей страны развивается семимильными шагами. За время нашего путешествия мы встретили туристов из разных концов света. И я уверен, вы найдете больше семи причин сорваться в эту страну. Побывав здесь однажды, вам захочется возвращаться сюда снова и снова. Узбекистан – там, где находится ключ к сердцу восточной культуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА